Проверка, проверка, проверка. Итак, друзья, всем привет! С вами снова Николай Сверидов. И на моем канале уже целую вечность не выходили ролики. А это значит, что самое время запилить следующий. Для всех сострадающих и сопереживающих за мою судьбу сразу перейду к сухим цифрам. Сегодня 1 февраля 2020 года, и на этот момент я имею следующее. Первое. У меня практически 9 месяцев профильного опыта разработки на языке Python. Второе. Я уже успел сменить одну компанию на другую. И третье. Я чувствую себя гораздо лучше, чем в те времена, когда я работал в сфере отличной от IT. Мне часто пишут ребята, которые задумываются о смене профильной области на программирование, и чаще всего они задают два основных вопроса. Почему я решил изучать Python, сколько времени у меня ушло на подготовку, и какими курсами и книгами я пользовался. Начнем с первого. В интернете вы можете найти кучу информации о том, почему язык Python очень хорош для изучения его первым языком программирования. Но в моей жизни все было немного иначе. Дело в том, что Python я начал изучать прежде всего потому, что я не успевал выучить язык программирования Java в те сроки, которые сам себе выставил. Если несколько развивать тему, то дело было примерно так. В далеком 2016 году я работал инженером, и в какой-то момент в общении со своим товарищем посетовал ему на то, что я не чувствую себя на своем месте, мне хотелось бы заниматься деятельностью, которая бы, во-первых, была бы с упором на голову, а не на руки, во-вторых, была бы более ликвидна, в-третьих, была бы более высокооплачиваемой. От моего друга поступило предложение стать Java-программистом. И на то было несколько причин. Во-первых, мой кореш изучал Java и мог в случае чего помочь мне. Во-вторых, язык Java не является таким уж сложным в осваивании. И в-третьих, этот язык обладал высокой ликвидностью на рынке труда. Дедлайн по изучению я выставил себе в диапазоне двух лет. То есть в 2018 году я планировал уже выйти на работу практикующим программистом. Но дело пошло не так. Какое-то время я пытался изучать Java по книгам, пытался решать задачи, пытался писать какой-то говноход, но потом в итоге я решил нанять себе репетитора. Это произошло примерно через год после того, как я принял решение становиться программистом. С репетитором я отзимался порядка полугода, но потом заметил, что ввиду высокой занятости и разъездного характера своей работы у меня не остается сил ни на домашние задания, ни вообще в целом на то, чтобы сесть и нормально почитать информацию о языке программирования. На занятиях с репетитором я запомнил очень хорошо одну фразу. То, что Java можно выучить хорошо за год, а Python можно выучить за полгода. Этим я и решил воспользоваться. Если не получается учить Java, давайте будем учить Python. Кроме того, покопавшись в информации о том, где же все-таки можно использовать Python, потому что на тот момент я не знал, в какой области я хочу быть программистом, я убедился в том, что Python может использоваться практически в любой области. Вот так вот я и загремел на скользкую питонячью дорожку. Сходил, чайку заварил. Переходим ко второму вопросу. Сколько же времени у меня ушло на то, чтобы выучить язык, а также найти работу? Обратимся к сухим цифрам. За время подготовки я прорешал 127 задач с сайта CodeWars различного уровня сложности. Прочитал книгу Грок и Малгоритмы, а также основы языка Python от Лутса. Прошел 15 интерактивных курсов по Python, а также прикладным областям. Написал два тестовых проекта. Что касается сроков, то 15 ноября 2018 года я покинул пост инженера в своей прошлой компании и посвятил себя полностью программированию. Однако не стоит забывать, что где-то порядка полутора месяцев я валял ваньку. Ну и где-то в середине января я решил устроить себе спарту и начал ходить по 12 часов в день. Продолжалось это февраль, март. И уже где-то в середине апреля я вышел на свою первую вакансию разработчика. На вакансии я начал откликаться где-то в середине марта. Получается, что на подготовку у меня ушло два с половиной месяца усиленного труда. Чтобы быть предельно честным с вами, давайте пройдемся по моему отдаленному бэкграунду. Я 4 года учился в физико-математическом лицее, после этого 6 лет в Бауманке на факультете биомедицинской техники. И в школе, и в университете у нас был такой предмет, как информатика. В 10 и 11 классе это был язык Паскаль, а на первом курсе университета это был язык Делфи, который синтаксически очень напоминает язык Паскаль. Скажу всем тем, кто думает сейчас, о, у этого парня был такой бэкграунд, поэтому у него все получилось, не спешите делать выводы. Все далеко не так, как вы подумали. Что касается лицея, там была действительно серьезная математическая подготовка, которая позволила мне поступить в университет. В университете было 2,5 года высшей математики, но когда на протяжении многих лет ты не пользуешься инструментарием из своего головного мозга, то мозг хитрая штука, и он начинает все это просто отсеивать и забывать. Так что к концу 6 курса все мои математические навыки, они были практически атрофированы. Что касается информатической подготовки, то мой любимый лицей, который я искренне обожаю всем сердцем, в лице некоторых преподавателей с особым темпераментом в плане подачи материала, в 11 классе укоренил во мне мысль о том, что я готов заниматься чем угодно в жизни, только не программирование. Даже органическая химия в то время мне казалась более желанным предметом, нежели что-то, что имеет отношение к компам. В самом университете вся программа 1 курса практически совпадала с 11 классом из лицея, поэтому я тупо выезжал на школьных знаниях. Кроме того, про себя я никак не могу сказать, что в университете я был прилежным студентом. Я пил много пива, я много развлекался, и да, я списывал на экзаменах. Поэтому предметы, которые я действительно учил, это, как правило, были те предметы, которые я пересдавал. Поэтому давайте будем честны, диплом в России скорее признак выживаемости, чем признак знаний. Более того, скажу, что мой мозг еще больше атрофировался в плане приема новой информации, а также решение каких-то алгоритмических и математических задач за тот период, который я отработал по специальности после окончания университета. У меня возникали ситуации, когда я пытался решить какую-то не очень сложную задачку для 8 или 9 класса по информатике или математике, но она мне не поддавалась, потому что я жестко затупливал. Поэтому ко всем этим моментам нужно относиться с пониманием, принимать их и работать над ними. Поэтому всем тем, кто хочет стать программистом, но думает, что у них не получится, я скажу так, ребята, хренас два, если получилось у меня, то получится и у вас. Большинство людей, которые ко мне обращаются сейчас, они либо моего возраста, либо старше меня. Кроме того, я познакомился с людьми, которые пришли в программирование в 30, в 31, в 33 года и впору переименовывать канал и называть его IT для старперов или что-то в этом роде. Ну и в конце хочется провести небольшой конкурс, я уже говорил о нем в одном из прошлых видео. Мы разыграем с вами одну бутылочку чудесного хрючева. Ну, у меня нету бутылочки с собой, поэтому вот я вот сюда вот вставлю, вот как-нибудь вот так, наш лот. В общем, это лот бутылки Джеймисон, которые я просто презентую человеку, который оставит любой коммент под этим видео. И я даже не буду просить ставить лайки и подписываться на канал. Поэтому, ну, ребят, любой комментарий. Потом мы напишем программу на питоне, которая зарандомит никнеймы и просто случайным образом выберет человека, который будет победителем. Да, и бутылка, я думаю, что... Бутылка с самовывозом. То есть почтой доставлять я не буду. Сами понимаете, коронавирус, все дела. Ну, а на сегодня все. Я думаю, то, что следующий ролик я запишу либо прямо сейчас, либо завтра и не успею уйти в депрессию так, чтобы еще 7 месяцев ничего не делать на своем канале. Так что, друзья, спасибо вам за то, что посмотрели. Всем пока. Да, небольшое послесловие. В общем, внизу под роликом я оставлю полезные ссылки и список того, чем я пользовался в плане подготовки всего остального. Он будет ролик от ролика дополняться, потому что я тоже не сижу на месте. Вот, если вам нужны будут какие-то материалы из того, что написано внизу, и вы там не сможете их найти, вы пишите мне, я... В общем, я найду вам, где это все достать. Так что обращайтесь.